Холл дворца Гюлистан наполняется шумом. Один за другим прибывают гости. Делегаты приветствуют друг друга и торопятся в зал. Там совсем скоро начнется форум, который объединяет представителей различных стран, регионов и даже континентов. Восстановление расколотого мира под таким лозунгом проходит 11-й глобальный бакинский форум. Став уже доброй традицией, форум в очередной раз собирает столицы Азербайджана, глав государств и правительств. В этом году мировых лидеров ждут не менее насыщенные дискуссии, в ходе которых они постараются приблизиться к решению вопросов, которые сегодня волнуют все человечество. Именно такая задача была поставлена перед Международным центром Низамеги-Андживи более 10 лет назад. С 2013 года именно эта неправительственная организация ежегодно собирает известных политических, экономических и общественных деятелей столицы Азербайджана. «Диалог цивилизаций не должен быть просто хорошим лозунгом», – заявил президент Ильхам Алиев на самом первом форуме. «Спустя десятилетия это не просто разговоры о важном. Это совместные решения, которые меняют картину мира». Мы начали проводить этот форум 11 лет назад, и сейчас у нас есть уже более 400 участников. Здесь обсуждаются актуальные темы, беспокоящие весь мир. Мы ждем от участников предложения по решению ряда проблем, а также идей, которые позднее будут подняты на других мероприятиях, где принимаются решения. Важно, что из года в год форум не теряет привлекательности. Напротив, организаторам удается нащупать чувствительные моменты, определить течение, которое объединяет самых, казалось бы, разных людей. Своим составом и повесткой форум напоминает – мы все равны, и проблемы у нас общие. Сама тематика, которая подбирается, всегда она очень актуальна и, с одной стороны, отвечает вопросам глобального сообщества, глобальным вопросам, которые волнуют нас в нашем регионе, но и в других регионах. А также, я бы сказал, мы как бы предвосхищаем те проблемы, которые станут перед человечеством. У меня очень интересные форматы, рассуждения, очень интересные вопросы разбираются. И всегда для меня это возможность, с одной стороны, поделиться с обществом, с друзьями, моими взглядами, но и, с другой стороны, посмотреть критически на свои соображения и принять взгляды своих коллег. Бакинский форум – это один из примеров того, как можно представителей самых разных взглядов на развитие мира собрать за одной площадкой для того, чтобы они слышали друг друга, слушали друг друга и прислушивались друг к другу. Главная миссия организаторов Центра Низами Гяндживи – способствовать терпимости, диалогу и пониманию в мире. Опыт в этом у Азербайджана есть. В период разгара пандемии коронавируса именно Баку поднял вопрос о нехватке вакцин для развивающихся стран. За время председательства в движении «Неприсоединение» своими инициативами «Страна огней» повысила уровень этой организации. Теперь голос участников движения «Неприсоединение» слышен во всем мире. Ну а сейчас Азербайджан поднимает вопросы борьбы с изменением климата. И во всеуслышание говорит о тех последствиях глобального потепления, которые не видны на Западе, но от которых страдает глобальный юг. «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, они не локального характера, не привязаны к одной конкретной стране. К примеру, глобальное потепление. Это влияет на всех нас. Глобальная напряжённость достигла пика. Страны и правительства, не доверяющие друг другу, не могут останавливать войны. Социальное неравенство растёт с ужасающей скоростью. Множество проблем, связанных с тем, что глобальная экономика не работает. Система обогащает лишь определённые страны, в то время как другие страны голодают. И тем ценен Бакинский форум. Здесь всем найдётся место, здесь каждый может высказаться. Мы здесь едины. А главный принцип – мы нуждаемся друг в друге, чтобы выжить. На протяжении трёх дней работы форума участники обсудят широкий круг вопросов. От борьбы с изменением климата до войны на Ближнем Востоке. Но основная тема – восстановление доверия. Ведь только вновь собирая воедино расколотый мир, можно надеяться на лучшее будущее. Баку – это не просто площадка для проведения крупнейших международных форумов и конференций. Азербайджан сегодня – пример успешной экономической и политической работы. Страна не только восстановила свою территориальную целостность, но и восстановила историческую справедливость. А теперь помогает другим странам говорить о тех проблемах, которые беспокоят уже их. О тех вопросах, которые так часто предпочитают не замечать в мировом сообществе. Это в очередной раз демонстрирует Азербайджан сегодня не просто региональный, но и мировой лидер.